Всем привет! В предыдущем видео я рассказывал, как установить ConfUI на локальный компьютер. В этом же видео мы рассмотрим поближе нодовый веб-интерфейс, разберемся, что такое ноды и как с ними работать. Также я поделюсь своим техпроцессом, но обо всем по порядку. Погнали! Итак, ноды и нодовый интерфейс. На самом деле интерфейс ConfUI не является чем-то в этом плане уникальным. Ноды были придуманы для так званого визуального программирования. Для упрощения работы с кодом для тех, кто не разбирается в программировании. По своей сути ноды являются частями кода, предоставляющие пользователю огромный выбор вариантов решения той или иной задачи. То есть с помощью нод можно добиться процедурности, что упрощает жизнь любому пользователю. Манипулируя нодами, можно в гораздо большей степени добиваться желаемого результата, нежели в обычном веб-интерфейсе. Ноды и нодовый интерфейс присутствуют в различных программных пакетах. Примеры приведу только некоторые из них. И даже если вы не знаете, что это за программы, наверняка вы о них слышали. Графические пакеты от компании Autodesk, 3D Max, Maya, мега популярный бесплатный графический пакет Blender, программа Gea для процедурного моделирования ландшафтов, Adobe Substance Designer для процедурного создания текстур, Невероятно мощный продукт от компании SideFX под названием Houdini, программы для видеокомпоза Foundry Nuke, DaVinci Resolve, программы для создания шейдера в ноды Flex и игровые движки, такие как Unity и Unreal Engine 5. Как человек, кто непосредственно связан с игровой индустрией, могу вам с полной уверенностью сказать, что работа с программами, имеющими нодовый интерфейс, ускоряет работу в разы. То же самое относится и к веб-интерфейсу ConfuUI. Ноды бывают как стандартные, так и кастомные. По аналогии с автоматик 11.11, они же расширения. И поскольку веб-интерфейс работает на Python, если вы достаточно освоили этот язык программирования, можно создавать собственные ноды. Для начала давайте рассмотрим стандартные ноды. После первого запуска, интерфейс нас встречает с семью нодами и их связующими. Данная сборка называется Workflow. Допустим, в Unreal Engine такой вид сборки называется Blueprint. В ConfuUI Workflow можно делиться. Весь этот техпроцесс записывается в генерированном изображении. И сохраняя изображение, можно в дальнейшем его просто закинуть в рабочее пространство ConfuUI и открыть исходный техпроцесс. Первая нода называется Load Checkpoint. Как понятно из названия, она отвечает за загрузку Checkpoint модели, которую мы можем выбрать в выпадающем окне. Также можно переключаться с помощью стрелочек. Ноды можно растягивать, либо сжимать. Для удобства чтения. Также ноды можно перекрашивать. Выбираю пункт Colors с правой кнопкой мыши по ноде. И выбираем необходимый цвет. Каждая нода имеет саккеты. Ладно. Допустим. Для соединения их с другой нодой. Есть как входящий саккет, так и исходящий саккет. Следующие две ноды. Это ноды промпта. По сути это дубликат одной и той же ноды. Это у нас позитивный промпт. Это негативный промпт. Давайте их окрасим в зеленый и красный цвет. Следующая нода. Empty Latent Image. Отвечающая за размер генерируемого изображения. Соответственно ширина и высота. Указывать можно как переключением также стрелочки, либо вручную. Давайте сделаем 720 на 1280. Еще один параметр Bud Size. Отвечает за количество генерируемых изображений за один проход. Также можно переключать стрелочкой, либо указать вручную. Давайте также перекрасим ее. Следующий у нас Sampler. Он же K-Sampler. Он же наш генератор. К его параметрам мы имеем сид, control-after-generate, steps, cfg-config, sampler-name, shadler и denoise. Все эти параметры вы уже знаете из веб-интерфейса автоматик 11.11. Здесь все то же самое. Сид отвечает за сид изображения генерируемого. Control-after-generate это контроль сид, отвечающий за рандомный вид сид, то есть при следующей генерации у нас будет абсолютно рандомный сид. Также мы можем зафиксировать сид. Инкремент. Это значит, что следующий сид у нас будет увеличиваться на единицу. То есть в конце у нас сейчас шестерка, будет семерка следующим сидом. Декремент. Наоборот, понижение сида. Соответственно, следующий у нас будет пятерочка. И так далее. Steps. Количество шагов прохода генерации. CFG конфигурация. Давайте сразу поставим 4.5. Название сэмплера. То есть сэмплер сам мы выбираем здесь. Поставим 2PM2. И shadler. Остановимся на Keras. Также есть x-potential. SGM uniform. Simple. DIMP uniform. Выберем Keras. И denoise оставим единичкой. Давайте также окрасим, допустим, в пурпурный. Следующая нода Y-Decode. Также понятно из названия, что эта нода отвечает за декодирование Y. Окрасим ее. Также есть нода, отвечающая за кодирование Y. Но к этому мы перейдем немножко попозже. И последняя нода отвечает за превью изображения и сохранение ее в папке Output внутри папки Conf.UI. Давайте также окрасим ее. Пускай будет также зеленой. По этим связям легко определить протекание нашей генерации. То есть откуда, что у нас идет. Что и как подключается. Сначала грузится модель. Потом обрабатывается промпт, негативный промпт. Подключается размер изображения. Сэмплер обрабатывает, генерирует изображение. Потом декодируется Y. И уже сохраняется готовое изображение. Давайте что-нибудь сгенерируем. Ничего не будем менять. Итак, мы получили первое наше изображение. Давайте увеличим эту ноду. Такая вот бутылочка по дефолту промпт. Как добавить еще одну ноду? Допустим, мы хотим внедрить лору. Это можно сделать двумя способами. Первый, это правой кнопкой по пустому пространству. И выбрать вручную необходимую ноду. Найти ее. Либо же, гораздо проще, двойным кликом по пустому месту. Выскакивает окошко поиска. И здесь мы можем написать лора. И видим, что у нас здесь есть две ноды с именем лора. Нас интересует загрузка лоры. Ло от лора. Давайте также ее окрасим в синий цвет. У нас будут загрузчики. И здесь мы видим входящие и исходящие сакеты. Пурпурного и желтого цвета. Модел и клип подписаны. Соответственно, мы берем из сакета модел из модели. И переключаемся на лору. Исходящий. Идем к сэмплеру. Также подключаем клип. И клип. К нашим промптом. Здесь мы можем выбрать необходимую нам лору. Давайте вот. Detail. Detailer пускай будет. Все. И можем генерировать новое изображение. Вот мы получили новое изображение. Для разницы давайте выберем какую-нибудь другую лору. Пускай это будет вот на строма. И здесь мы напишем у нас строма в качестве триггерного слова. Пускай это будет sky-fi генератор. И перегенерируем изображение. Такой вид бутылочки мы получили. Что касается связей. Также мы можем добавлять дополнительные ноды в качестве связующих. Можем выбрать такую ноду с помощью утилиты. И называется она рерут. Допустим, подключим вае в рерут. Она может быть как подписанная, так и не подписанная. То есть мы можем выбрать параметры панели. И здесь установить show output text на true. Соответственно у нас будет писаться название этой ноды. Можем выбрать цвет. Это необходимо для того, чтобы легче визуально читать наш workflow. То есть рабочий процесс. Также мы можем изменить вид связующих. Сделать это можно в настройках. Находим здесь link render mode. И выбираем допустим stride. Это нужно для того, чтобы если у вас уже есть готовая сборка, легче было организовать пространство. Также можно эти связующие переключить на линейный вид. Который я считаю крайне неудобным. Либо вообще их скрыть. Это можно сделать, когда у вас готовая сборка. И вы просто генерите уже изображение с готовой сборки. Оставим линейные. Оставим spline. Это самый удобно читаемый вариант. Также мы можем добавлять сокеты. То есть выводить дополнительные параметры в сокет. Допустим нас интересует seed. Мы можем переключить seed в input. То есть сделать входящий сокет. И подключить к нему другую ноду. Которая будет управлять именно seed. Это можно сделать также, вытащив связующую. И добавив ноду. Нам нужна нода primitive. Видим здесь появился seed. Который был у нас здесь в параметрах. Ноду можно переименовать в настройках панели. Допустим это у нас будет seed. И поменяем ей цвет. Теперь мы можем управлять seedом с дополнительной ноды. Здесь также есть фиксированный, рандомный. Для чего это нужно? Если у нас два сэмплера. Их можно копировать нажатием клавиш Ctrl-C, Ctrl-V. Либо правой кнопкой и клонировать. Если мы используем два и более сэмплера. И нам необходимо использовать один и тот же seed. Мы просто переключаем связующую еще к одному сэмплеру. Теперь у нас одна нода управляет двумя сэмплерами. И соответственно дублируем все наши параметры. И модель. Скопируем эти две ноды. И выведем сюда. Теперь соответственно мы получим два изображения. Но мы можем в одном оставить количество шагов 20. Во втором также 20. Но поменять CFG на 8. И сгенерировать еще раз изображение. И так мы видим, что с одним и тем же seed мы получили два абсолютно разных изображения. Так же можно поступить и с любым другим параметром. Выбираем необходимый параметр и переводим его в input. Так же можно вернуть из input опять в параметры. Для этого выбираем convert steps to widget. Возвращаем в widget. Соответственно в ноду. Ноды можно для удобства группировать. Для этого есть еще одна нода. Которая называется add group. Организовав пространство ноды в группу. Мы можем свободно перетаскивать обе эти ноды в любое нам необходимое место. Так же можно перекрасить. Допустим в такой цвет. И можно изменить название группы ноды. Пускай это будет у нас save image. Таким образом. Так же ноды для удобства можно сворачивать и разворачивать. Просто нажимаем по серому кружочку. Еще ноды можно группировать. Допустим зажимаем control. Выделяем необходимые ноды. Правой кнопкой по ним. И нажимаем конвертировать в группу нод. Необходимо дать название этой группе нод. Пускай это будет генератор. И все наши ноды конвертировались в одну единую ноду. Так можно делать для удобства. Если вам необходимо сэкономить место. И я рекомендую так поступать. Разве что если вы выносите дополнительные параметры. Просто их можно сгруппировать в единую ноду. Поставить ее рядом с уже с генерированными изображениями. И просто меняя здесь параметры. Не трогая остальной весь процесс. Пользоваться сугубо одной нодой. Чтобы распаковать. Можно нажать конвертировать в ноды. И все это распакуется. Теперь давайте усложним задачу. Так я сделал вот такую вот сборочку. Она уже гораздо сложнее. Расскажу сразу логику создания такой сборки. Она разбита на три этапа. Первый этап это генерация изображений. Второй этап это улучшение изображения. И третий этап это этап апскейлинга. Давайте рассмотрим поподробнее. Здесь группа лоадер. То есть загрузчики. В эту группу включены ноды загрузки модели. Лоры. Загрузка вай. Нода дискретной выборки. Которая на самом деле не обязательная. И нода нод. С помощью которой можно просто делать пометки. Далее я реализовал с помощью нод рерут. Включение-выключение различных этапов генерации. Допустим если мы рассоединим здесь два этапа. То у нас будет просто сборка для генерации изображений. Также реализовано с помощью нод рерут. Включение-выключение лоры. То есть просто переключением связующих. То есть мы видим, что это нода зеленого цвета. Исходящая из чекпоинт модели. То есть из лодера. Если мы переключим просто на связующую с пурпурного цвета. Она идет уже на сэмплер. Соответственно минуя лору. То есть сейчас в данный момент лора отключена. Можно ее подключить. Отключить. Но пока что отключим. Далее у нас нода отвечающая за размер изображения. Дополнительная нода которую я вывел из всех трех сэмплеров. Для того чтобы легко управлять выбором самого сэмплера. И соответственно уже из одной ноды. Просто не переключая в каждой ноде сэмплера. Далее идут ноды декодирования и кодирования ваи. Здесь я использовал. Есть два вида декодировщиков и кодировщиков ваи. Это обычный и тайловый. Тайловый энкодер или декодер. Можно использовать если у вас мало оперативной памяти. Но в данном случае это не принципиально. Просто сделал и все. Чтобы показать разницу. И также я здесь добавил еще один селектор. Реализованный также с помощью рерут нод. Нужен он для того чтобы переключаться. Если мы хотим изображение просто генерированное изображение. Сразу же апскейлить минуя второй этап улучшения. То есть просто переключившись. И включив. Апскейл. Мы минуем этап улучшений. Давайте вернем как было пока что. Далее у нас идут нода отвечающая за загрузку модели апскейлера. Как и где скачать апскейлеры есть отдельное видео на канале. Далее обработчик апскейлера. Далее нода отвечающая за параметры апскейлинга. Здесь она работает по принципу коэффициента. Если у нас стоит апскейлер 4х. Это значит что при выборе 0. Значение коэффициента 0.5. У нас изображение будет увеличиваться в 2 раза. Соответственно то есть половина от 4 в 2. Если у нас будет здесь стоять 8х. То соответственно изображение будет увеличиваться в 4 раза. Чтобы этого избежать достаточно поменять параметр 0.5 на 0.25. Соответственно на 1 четвертую. Если же у нас будет стоять есть такой апскейлер допустим 1х. Тогда у нас изображение будет уменьшено в 2 раза. Поэтому нужно правильно выбирать апскейлер. Ну и соответственно указывать правильно параметр. Давайте запустим. Посмотрим сейчас что получится. И потом я расскажу еще насчет промпта. Итак мы получили здоровое изображение. И теперь промпт. Промпт реализован как вы видите на каждый этап свой промпт. Также я вывел дополнительные ноды. Которые позволяют смешивать этот промпт. И указывая значение от 0 до 1. Где 0 ничего не смешивается. То есть просто используется промпт для этого этапа. Либо же 1 если мы хотим полностью использовать новый промпт. То есть для нового этапа. Также можно наставить значение 0.5. Тогда эти промпты будут смешиваться. В своем видео по работе с HiResFix в Automatica 11.11. Которые также можно посмотреть на канале. Я уже рассказывал как можно использовать дополнительный промпт. Для генерации совершенно невероятных изображений. То есть либо улучшая их качество. Либо вообще изменяя на непохожее на исходное изображение. И соответственно в дальнейшем это делаю апскейлить. Давайте подключим два дополнительных этапа. Поскольку у нас сид зафиксированный. Сейчас если я запущу генерацию. Первый этап уже пройден. Соответственно у нас сразу включится второй и третий этап. Видим что декодировался файл и перешел на новый сэмплер. Сгенерировалось дополнительное изображение. И пошел апскейл. И так готово. Поскольку у нас генерируемое изображение было по высоте 1280 пикселей. Соответственно на выходе мы получаем 2К изображение. В чем логика? Можно увидеть что изначальное изображение не лишено изъянов. На втором изображении уже немножко картинка выглядит получше. Видим это вот на примере рук. И на третьем этапе все еще лучше. Да, это я вижу. На самом деле можно добиться еще лучшего результата. Но надо подбирать свои значения. Значения конфига и количество шагов. Для видео я ограничился этими показателями. Этот workflow я сохраню и поделюсь с вами. Можно будет скачать на моей страничке в Patreon. Можно как файликом будет я приложу JSON. Либо же картиночкой, которую можно будет скачать и закинуть также просто в поле Comfy UI. И у вас откроется весь этот техпроцесс. Напомню, он работает полностью на стандартных нодах. И кастомные ноды подгружать не нужно. То есть к кастомным нодам мы еще перейдем. Вот второй вариант того же самого, но улучшенный. Кто поковыряется и разберется в этом варианте, поймет, как работает и этот вариант, и в чем его превосходство. Здесь я оставил только ноды промпта для первого и второго этапа. На третьем этапе они не нужны. В принципе все то же самое. Единственное, что здесь я добавил, это еще лодер загрузчик изображений, с помощью которого мы можем просто загрузить любое изображение. И переключившись с него на апскейлер, можно апскейлить просто подгружаемое изображение, минуя остальные этапы. В чем отличие между этой сборкой и предыдущей? Вся разница в том, что для чтения промпта здесь используется дополнительная нода. Я вам ее покажу отдельно. Вот эта нода. Давайте вернем ее на изначальный вид. Для этого просто выбираем функцию FixNode Recreate. И получаем исходные параметры и вид ноды. Нода называется Clip Text Encode SDXL. Как можно понять из названия, это нода, которая кодирует текст. Соответственно, наш промпт. Здесь мы можем как писать его, так и можем вывести его, как и предыдущие, в сакет. И теперь мы можем, имея промпт и негативный промпт, добавлять его в этот сакет. Для того, чтобы легче было управлять этими нодами, а их у меня здесь две, которые отвечают за негативный и позитивный промпт. Здесь мы видим, то есть можно использовать в таком варианте, если один. А также можно использовать у меня вот так вот. Два позитивных. И еще один кодировщик для негативного промпта. То есть в таком вот виде. Чтобы управлять ими из одной ноды, соответственно, переводим все параметры в input. Оставляем только crop. Здесь делаем то же самое. Переводим в input. Принем это на место. То, что не по порядку. Обращайте внимание. Спешу. Теперь. Входящих у нас есть высота изображения, ширина, высота изображения. И их мы возьмем из нод, из нод, которые у нас теперь разбиты на две ноды, которые отвечают за высоту и ширину изображения. А ниже, это ноды, которые просто называются примитив. То есть вот она, эта нода. Просто переименованные. То есть вот наша, получается, ширина. Соответственно, ширину мы дублируем на все ноды. И высота. То есть тоже еще один примитив. Высота. Да, я подключил. Вот. И в эту ноду. Все. Теперь мы имеем два позитивных фронта и один негативный. Для чего это нужно? После кодирования мы имеем так званный текст G и текст L, которые имеют свой коэффициент веса. То есть влияние на генерируемое изображение. Такой вариант гораздо лучше, потому что он проходит дополнительную кодировку промпт, а не идет сразу в сэмплер. Поэтому итоговое изображение получается гораздо качественнее. Просто покажу вам на примере, что мы получаем по итогу. Изображение гораздо насыщеннее, потому что используется вае, еси. Вае можно скачать у меня на страничке в патреон. То есть вот у нас готовое изображение после первого этапа. Немножко улучшенное изображение. Видим, что немножко поправились изъяны. Меньше шума, гораздо меньше шума. И на третьем этапе у нас все абсолютно гораздо лучше. То есть 2К изображение, во-первых, во-вторых, у нас нет цветового шума. Сам по себе цвет правильный. Видим, что здесь губы уходят в розовизну пурпурный. Так оно и будет при использовании конкретно вае е7. Но на итоговом изображении мы этого не видим. И также видим, что у нас глаза в полном порядке. Нет никаких искажений. Зрачки и все остальное. Детализация. Все на высоком уровне. В качестве примера давайте рассмотрим несколько изображений. Вот наша бутылочка, которая первая. Это две последующие. И теперь изображения, на которых будет отчетливо видно, в чем же разница между несколькими стадиями обработки изображения. Так, вот наше изображение исходное, сгенерированное. Видно, что цветочки выглядят нереалистично. Скорее, как иллюстрация. Здесь какая-то веточка летает на фоне Луны. В улучшенном варианте небо стало чище. и цветочки немножко преобразились. И уже в 2К разрешении цветочки вполне себе реалистичные. И Луна также реалистичная. Но пропали облака. Но это решается настройкой количества шагов обработки изображения. Следующий пример. Некая фрактальная штука, похожая на кактус дымящийся. видно, что здесь плохо отличимы отдельные иголочки. В улучшенном варианте стало немного все поприличней. Пропал лишний шум. Но все еще не так аккуратно. И в 2К разрешении видно, что все иголочки стали более аккуратные. И вполне себе прикольный дым. в каждую иголочку все отлично видно. Опять же некая фрактальная штука. В обработанном варианте уже более похожа на цветочек. Но все еще отдельные лепесточки не так аккуратны. И в 2К разрешении можем видеть, что все выглядит очень прикольно. Исходное изображение. Видно, что выглядит нереалистично. Здесь какой-то волос сухо. Губы пластиковые. Ну и в целом кожа также не выглядит реалистично. В обработанном варианте уже выглядит все намного прикольнее. Но все еще недостаточно хорошо. И в 2К разрешении молния улучшилась. Так и кожа в целом стала намного реалистичней. и зрачки с глазами зубы. Все в принципе идеально. И вот этот вот вариант гораздо лучше чем вот этот вот. По своей логике они одинаковые. Но в том плане, что здесь проходит шифрование промпта гораздо эффективней. Соответственно и изображение даже на первом этапе мы получим гораздо качественнее, чем в таком варианте. Собственно в этом и есть превосходство нодового интерфейса. Мы можем строить абсолютно какие угодно техпроцессы. Так называемый воркфлоу. Каждый человек строит свой воркфлоу так как ему нравится. Свой техпроцесс. Я считаю что это достаточно хороший получился техпроцесс. Я также его сохраню и поделюсь с вами. Кто хочет сможет его скачать и протестировать. Что насчет скорости генерации на данной сборке или воркфлоу. На стандартных нодах в данной сборке первое изображение со значениями 42 степс генерится около 30 секунд. Следующее изображение то есть улучшение качества занимает еще около 10 секунд на значениях 20 степс. И апскейлинг также на значениях 20 степс занимает еще около 2 минут до размера изображения в 2К. Но не обязательно апскейлинг изображения при каждой генерации. Его можно отключить и генерировать только с улучшением качества. При необходимости можно зафиксировать сид, опять включить апскейлинг, после чего у вас уже не будет проходить первый и второй этап, а только будет этап апскейлинга. Напоминаю, что эти сборки вы можете скачать как на моей страничке в патреон, также я добавлю еще и в телеграм-канал. Ссылочки вы найдете в описании. В следующем видео мы рассмотрим установку кастомных нот на примере расширения Control Net. Так что не забудь включить колокольчик, поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если этого еще не сделал, задавай вопросы в комментариях, а также делись своим мнением. На этом все, пока-пока.